Лошадь в помощь в Наринмаре впервые в истории состоялись занятия по ипотерапии. Это уникальный метод лечения с помощью животного. Инициатором необычного оздоровления местных жителей стал конно-спортивный клуб «Фортуна». Любовь Фермякова о первых процедурах на свежем воздухе. Главный врач-терапевт конно-спортивного клуба «Фортуна» – конь Манхэттен. Кстати, он прибыл из президентского полка. Вместе с ним прошли терапию уже более 40 наринмарских детишек. Мерина Манхэттена тракенотерской породы для занятия ипотерапией выбрали не случайно. Он обладает благородным характером и спокойным нравом. На каждую ипотерапию лошадь не пойдет, потому что лошади они пугливые. А тут, представляете, ребенок ложится, это же щекотно, они же боятся щекотки. Манхэттен, он как бы более спокойный, то бишь на него очень безопасно садить детей. Антонина Шаврина – специалист по ипотерапии из города Архангельска. В дуэте с Мерином работает уже второй день. За это время с каждым ребенком были отработаны несколько упражнений на растяжку мышц. «А сейчас мы покажем упражнение раннего боец». «Нет». Несложные, на первый взгляд, упражнения очень полезны. Они, как правило, выполняются без седла, чтобы обеспечить пациенту прогревание и эффект массажа. Ведь при движении конь посылает наезднику от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту, которые вызывают в человеческом организме ответную реакцию. Круг заболеваний, при которых специалисты применяют такую практику, очень широк. Ипотерапия нормализует работу сердечно-сосудистой, нервной, костной, пищеварительной систем. Снижает уровень сахара в крови. Она рекомендуется при неврозах, патологии периферической нервной системы, ожирении. Рекомендует ее и тем, кто много времени проводит за компьютером, или чья работа связана с большими умственными нагрузками. Благодаря общению с животными можно снять стресс и минимизировать его последствия. Чтобы избавить детишек и взрослых от такого букета болезней, руководитель конно-спортивного клуба «Фортуна» Ирина Саварина решила привести уникальный метод в северную столицу. Воплотить идеи в жизнь помог региональный грант. И вот пробные шаги наши. Вот сейчас мы проводим первые занятия пробные. Это еще, конечно, не называется полностью ипотерапия, потому что нужны специалисты. Это как психиатр сюда приглашен обязательно. Здесь должны быть врачи присутствовать. Они должны дать разрешение на занятия детям. Лошадка должна быть немножко другая. А на данный момент мы сейчас рассматриваем по поводу ипотерапии остального кандидатуру Антонины, которая у нас приглашена по гранту. Вот мы ее тут долго, конечно, уговаривали. Климат ей совсем как бы непривычный. Но, тем не менее, согласится человек. Она сейчас работает две недели в Архангельске и вернется в Наринмар на работу к нам. На постоянную? На постоянную, да. И мы надеемся, что у нас не будет не только занятие верховой с ДОИ, но и со временем мы подключим специалистов. И не только Антонину, но и врачей. И до конца доведем до ума лошадь, которая была припятена, маленькая, пухленькая. И начнем заниматься с детишками. Планируется, что полноценные занятия по ипотерапии в конно-спортивном клубе начнутся уже в сентябре. А пока сотрудники «Фортуны» ведут последние приготовления и ждут звонков от жителей региона, которым общение с лошадьми подарит надежду на выздоровление. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!